Первая волна проекта о здоровье и красоте, худей и богатей стартовала 12 июня прошлого года. За год участниками движения «За здоровый образ жизни» стали более 500 нефтекамцев. Среди них не только молодые люди, но и жители, которых в обычном спортивном зале редко встретишь. Этот год, конечно, во многом изменил не только участников нашего проекта, но и нас, меня в частности, потому что наш проект по-другому заставил меня взглянуть именно на спорт. Он помогает не только привести свое тело в форму, но человек начинает бороться со своими слабостями. Он тренирует свой дух, свою волю. Одна волна, именно так называется период времени для преображения, длится 4 недели. За месяц участники привыкают к спорту, правильному питанию и активному образу жизни. Они выполняют упражнения не только в зале, но и в домашних условиях. Все для того, чтобы скинуть лишние килограммы и выиграть главный денежный приз. Стремлюсь только к победе. Соответственно, я все условия, которые предоставляют нам наши наставники, выполняю, питание соблюдаю, и, соответственно, я жду хороших результатов. Я думаю, этот проект для всех. Вот абсолютно. То есть и стар, и млад добро пожаловать. Проект «Худей и богатей» со временем стал межрегиональным. Сегодня в рядах сторонников движения активные люди Уфы, Екатеринбурга, Казани, Удмуртия, Пермского края и даже Казахстана. Стало больше партнеров и спонсоров и вдохновителей новых участников. Вот уже на протяжении этого года с нами. Это же и телеканал Next TV, который оказывает нам большую информационную поддержку. Это наш официальный массажист Наталья Георгиан. Есть очень много партнеров, которые примкнули к нам совсем недавно. Все они имеют прямое непосредственное отношение к здоровью. В настоящее время идет набор на восьмую волну проекта о красоте и здоровье. Тем, кто хочет стать подтянутым, необходимо до 15 июня написать организаторам в группе «Худей и богатей» ВКонтакте. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».